МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухральева. Здравствуйте. Начали коротко о главном. Грамотные управленцы нужны как никогда. Второй модуль образовательных программ для победителей конкурса Мой Дагестан стартовал сегодня в Университете народного хозяйства. Лучше отдать сегодня, чем выкинуть завтра. В Госдуме предложили раздать еду бесплатно за сутки до истечения срока годности. Вера, любовь к жизни, сила воли. Абдулла Аблемитов, лишившись зрения, не отпускает руки, а продолжает жить полноценной жизнью. Второй модуль образовательных программ для победителей конкурса Мой Дагестан стартовал сегодня в Университете народного хозяйства. Встречу с управленцами открыл Владимир Васильев. Одной из основных задач глава региона отметил подготовку кадров к решению сложнейших задач, стоящих сегодня перед республикой. Организация работы в интересах людей. Мы очень многое должны сделать, потому что мы сильно отстали в плане выполнения даже законных требований, пенсионных требований и обязательств власти перед народом. Мы это очень хорошо чувствуем сегодня в руководстве республики. Для того, чтобы решать это как можно быстрее, эффективнее, а самое главное, понимание людей честно и открыто, нужен подход соответствующий по правилам цели. Вы сегодня здесь присутствуете. Глава Дагестана также поздравил трех финалистов общероссийского проекта лидеры России, среди которых и победители конкурса Мой Дагестан. На сегодняшний день более 20 номинантов уже получили должности в органах государственной власти. Потенциал остальных также будет непременно реализован. Отметим, что конкурс по отбору кадров в таком формате проводится в республике впервые. Учителей будут штрафовать за грубое отношение к ученикам. С таким предложением в Миноборнауке обратился депутат Госдумы Борис Чернышев. По его словам, в образовательных учреждениях нужно наказывать педагогов, грубо и неадекватно ведущих себя по отношению к ученикам. За первый подобный факт парламентарий предложил таким учителям снижать заработную плату на треть. А за повторный случай уже вдвое. По мнению депутата, насилие и агрессия над учащимися стали большой и очень серьезной проблемой. Именно такое отношение в итоге приводит и к проявлению агрессии у самих школьников. Махачкала возглавила рейтинг самых коррупционных городов России. Об этом сообщает исследовательское агентство Zoom Market. Социологический опрос проводился в 30 городах России. Респондентам задавали три вопроса. Приходилось ли вам давать взятку представителям власти? Как часто и когда это было в последний раз? На основе полученных ответов и был составлен рейтинг. Следом за столицей Дагестана идет Нальчик и Владивосток. Раздавать еду бесплатно за сутки до истечения срока годности предложили в Госдуме. По словам автора проекта Сергея Вострецова, такая практика работает во всем мире и ее следует внедрить и в России. Он добавил, что эта мера была бы выгодной и торговым сетям, которым приходится тратить средства на утилизацию просроченной продукции. Также для них это стало бы социальной рекламой. По мнению депутата, государство должно предоставлять налоговые льготы компаниям, которые решатся на подобный шаг. Отметим, что парламентарий высказался и за ужесточение ответственности за переклеивание ценников на товарах. Инвалиды – самая уязвимая категория населения. Они, как никто, нуждаются в заботе, внимании, помощи, да и просто в общине. Ведь многие из них не имеют семьи. И таковой зачастую для людей с ограниченной возможностью являются центры социального обслуживания населения. Один из них вот уже 25 лет обслуживает в Дербенте. На его попечении около 600 человек. О том, как проходят их будни, узнавала Карина Баталова. Тут слушают зарубежную классику, играют в настольные игры и просто беседуют. Картина напоминает обыкновенный семейный вечер. Для этих людей центр является вторым домом. Порой на то вынуждает сама жизнь. Пять лет назад Фериды пришла сюда искать помощи. Восьмой месяц беременности. Мать лежит в больнице. Девушка сильно переживала и не находила себе места. Я сейчас немножко спокойная стала. Прихожу, ухожу. Иногда бывает, иногда, если котинки нет, немножко полежу, немножко прогуляюсь и во двое выйду. В основном посетители дневного стационара – это инвалиды и пенсионеры. Не всегда их сюда приводит потребность в уходе и еде. Чаще всего людям пожилого возраста просто не хватает общения. Я сюда пришла, это социальная защита, чтобы дома одна скучно. Покойно, сын тоже умер, один на работе, а один я остался дома. Сюда пришла, чтобы мне немножко развиваться. Я хочу в городе, чтобы центр был, чтобы общаться. Я сама люблю общаться. А когда я одна бываю, мне что-то стены давят. Вот, слава богу, я сюда пришла немножко, как это, раскрылась, я как-то весело бываю. Работал машинистом башенного крана. Ну, я сюда попался через друзей. Здесь, говорят, хорошо обслуживают, мол, туда-сюда. Я пришел, уже год три я здесь уже. У вас семья, дети есть? Есть, шесть детей у меня. Один сын и пять девочек. Девочек уже все отдал замуж. Семь пока остался у меня еще. Вот, поэтому я сюда иду. На беспринезе, веселее, хорошо, удобно. С семи утра до пяти вечера подопечные получают здесь питание, медицинскую помощь и даже салонные услуги. Эльвира стрижет нуждающихся вот уже второй год. На вопрос, почему предпочла эту непростую работу другим, отвечает, что любит помогать людям. Просто нужно иметь, как бы, контакт к ним. Они на общении немножко сложные. А так, в принципе, я нахожу с ними общий язык. Они благодарят, кстати. Они вот несколько раз вот уходят. Спасибо, спасибо. Как бы, ради этого можно работать здесь. Идем дальше. Из небольшого актового зала доносятся звуки гармонии и бойкое пение. Это репетиция хора «Лейся. Песня» местной знаменитости. Песня «Лейся. Песня «Лейся» местной знаменитости». Совсем недавно при центре открылся пункт проката средств реабилитации инвалидов. Коляски, опорные ходунки и костыли. Все это на благотворительной основе приносили неравнодушные люди. Средства для передвижения в аренду могут получить нуждающиеся. Для Нины Даниловны эта инвалидная коляска – просто спасение. Вот уже семь лет она не ходит. А то я все лето лежу тут, а то там хоть покатаю. Хоть по двор сможете выходить? Ну что делать? На улицу она не выходит. Тут даже соседи не знают, что она у меня живет уже сколько лет. Это наш долг, наши родители. Они нас смотрели, а мы их смотрим. Все нормально. Еще успеваем и на хор ходить. Бабушка говорит, были бы ноги, я бы тоже ходила. На балансе пункта проката сейчас 30 средств реабилитации. Каждая на счету, ведь нуждающихся немало. Поэтому здесь всегда рады принять в дар коляски и ходунки, которые уже не нужны их прежним хозяевам. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Тербент. Можно ли жить полноценной жизнью, лишившись зрения? Абдулла Аблемитов из Селана Риман на своем примере показывает, что можно. Быть оптимистом, радоваться жизни, заниматься любимым делом и мечтать ему помогает вера. О настоящем мужчине силой воли. Абдулла Алиев. Он, как обычно, выходит заранее из дома. Призывать к молитве необходимо без опозданий. Путь до мечети он проходит всегда пешком. И это удивительно, ведь Абдулла почти совсем не видит. Словно указатель, искренняя вера доводит его до мечети. Он подходит к микрофону и оповещает все село о наступлении намаза. Аллаху Акбер, Аллаху Акбер. И так уже на протяжении 10 лет. А когда-то послом Абдуллы Аблемитова это было его заветной мечтой. Будучи 17-летним юношей по просьбе имама, он начал призывать людей к молитве. Тот день он считает одним из самых счастливых в своей жизни. Один парень подошел ко мне и сказал, Тебя зовет имам к себе домой. Потом я пошел ко имаму, спросил. Имам сказал мне, Ты хочешь быть муадзином? Сказал. Хочешь читать азан? Я обратился и сказал, Да, конечно, я люблю читать азан. Тогда имам мне сказал, Ты с этого момента будешь муадзином, Будешь читать азан. Почти полное отсутствие зрения не стало для него преградой к получению знаний. Он обучался медресе, умеет читать Коран и знает некоторые суры наизусть. Помимо этого, любое религиозное мероприятие в селе не обходится без его участия. Он любит петь нашиды на арабском и нагайском языках. И это у него получается весьма неплохо. Селена Риман, наверное, нет человека, который бы не восторгался мужеством и силой воли Абдулы. Такое отношение к своей религии, конечно, является примером для многих людей. Это достойно уважения. Достойно того, чтобы каждый поразмыслил над этим. В действительности, глядя на нашего многоважаемого брата Абдулу Муэдзина данной мечети, каждый из нас может излечь для себя урок. Потому что он, несмотря на те проблемы, с которыми он сталкивается, несмотря на свое состояние, здоровье, то, что он испытывает проблемы со зрением, он приходит, совершает здесь намаз, читает азан, призывает людей к молитве и старается изучать Коран. Он посещал медресе и изучал назму на своем родном языке. Но быть Муэдзином – не единственное заветное желание Абдулы Аблемитова. Он мечтает совершить хадж, побывать на родине пророка Мухаммада, выпить из источника замзам, исполнить свой долг перед Всевышним. Будем надеяться, что в будущем ему это удастся. Абдулла Алиев, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Ногайский район. И о спорте. Завтра в Турецкой Анталии стартует 8-й чемпионат мира по параде Квандо. Сборную России на турнире представят 24 атлета, в их числе 9 воспитанников дагестанских спортшкол. В основной обойме – лидеры команды. Это медалисты чемпионатов мира и Европы разных лет. Алиас Хабрам Азанов, Зайнудзин Атаев, Магомед Загир, Исалдибиров, Кадабагама Амаров и Амир Риколаев. Все они вошли в число призеров чемпионата страны, прошедшего в октябре в Махачкале. Теперь в Турции спортсмены поборются за рейтинговые очки, которые помогут попасть им на Олимпиаду в Токио. Всего заявки на участие в турнире подали более 600 парадеквандистов из 70 стран мира. Напомню, что на аналогичных соревнованиях в 2017 году в Лондоне дагестанцы завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. А сборная Дагестана по армрестлингу завоевала 10 медалей разного достоинства на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования в течение трех дней проходили в Сочи и завершились накануне. По их итогам в копилке нашей команды 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Первые места на турнире заняли Магомед Визиров, Рудин Салимханов, Григорий Стрельников, Юсуп Юсупалиев и Рамазан Бахмудов. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова